Всем привет! Сегодня у нас 15 сентября 2021 года. Украина, город Кременчуг. Вот хочу показать иммунный. Отличный сорт. Хорошо грузится урожаем каждый божий год. Сорт под названием... Как думаете, какой? Да, это скифское золото. Киносолнце могут быть с румянцем, с интенсивным. Сейчас залезу на вершок, покажу. Яблоко вкусное. Чем-то напоминает сорт, известный Голден Деляшес, но у Голден Деляшеса нет иммунности к парше. А этот сорт отлично может, в принципе, не обрабатываться от грибковых заболеваний, только от грязучих сосущих. Просто сорт шикарный. Я уже снимал за него один раз видео. Вот еще хочу снять, показать, напомнить о этом сорте. Сорт действительно стоит того, чтобы о нем говорили, его выращивали. Сейчас покажу. Вот на вершке, какое может быть яблоко, с каким загаром. Сорт отличный. Привитый сорт на подвое М9. Грузится урожаем отлично. Это для ценителей яблок более иммунных, которые не обрабатываются хотя бы от грибковых заболеваний. Понятно, что разрушитель сосущих обработки нужны, потому что яблоки будут повреждаться всякими червяками и плодожорками хотя бы 2-3 раза. А от грибковых заболеваний можно этот сорт не обрабатывать. Это отличный сорт. Я считаю, что он должен быть в каждом саду. Кто любит желтоплодные сорта яблок, такого ранне-зимнего, грубо говоря, или поздне-осеннего срока созревания. Сейчас нарвем его, оборвем, положим его на дозаривание. И я вам уже покажу, когда он пожелтеет, когда его можно будет кушать. Сегодня у нас 8 октября 2021 года. Вот хочу показать яблоко с киевское золото. Вот его уже мы потребляем вовсю. Оно уже обрело такой красивый желтый цвет. Сейчас хочу показать, какой это яблоко вес. Примерно где-то 190-240 грамм. Вот такой вес у него. До 250. При загрузке, я думаю, вес будет примерно грамм 170. 200. Вот маленькое яблочко самое, то, что было на дереве, 185 грамм. А так, в основном, вес плодов за 200. Хороший сорт. Я бы вам советовал потреблять конкретно октябрь до середины ноября. Это его самые лучшие вкусовые качества. Давайте сейчас разрежем, посмотрим, какая этого сорта мякоть. Мякоть не твердая для любителей нетвердых яблок и очень сочная. Вот как выглядит мякоть данного сорта. Давайте вот это разрежем. Вот так вот. И посмотрим по соку. Гляньте, я нажимаю. Мякоть видно, что нетвердая. Сока очень много. Прям нажимаю, течет. Давайте попробуем на вкус данный сорт. Сладкий, с легкой, очень приятной кислинкой, фруктового, такого вкуса. Очень сочная. Мякоть вообще нетвердая. Классно кусается вообще. У меня родители не любят твердые яблоки по причине слабых зубов. Они ищут сорта, которые вот такие, более мякоть у них такая. Или мягкая, или неплотная, хорошо кусаемая. Вот данный сорт я дал отцу попробовать, матери. Им очень понравился. Говорят, классно, очень сочная. Приятного сбалансированного фруктового аромата. Точнее, вкуса. Ну, классная. Но его не стоит хранить долго, потому что мякоть у этих яблок начнет рыхлеть еще сильнее, туда ближе к середине ноября. Возможно, если это яблоко снять и положить в холодильник, то оно будет храниться и до Нового года. Но в обычных условиях, подвальных, нет. Его надо вот это кушать конец сентября, октябрь, до ноября, грубо говоря, так. Яблоко очень красивое. Сорт данный не поражается паршой. Требует обработок только от грызучих сосущих вредителей, таких как тля и плодожорка. Все больше обработок, в принципе, по грибковым можно не проводить. Сорт отлично себя показывает. Очень урожайный, ну классный. Очень мне нравится, красивый такой вид у него. На солнышке может быть, где-то тут яблоко было. О, с вот таким вот прям румянцем. Это на самом верху яблоко было. А так в среднем румянец, ну такой примерно этого сорта. Есть черенок на продажу. Кого сорт заинтересовал, кто хочет себе посадить беспроблемный урожайный вкусный сорт, можете обратить внимание на данный сорт. Я думаю, вы не пожалеете. Сорт хороший. Но это конкретно осенний сорт. Не зимний, не ранне-зимний. Именно осенний. Кто будет хранить его в подвалах, то долго лежать он не будет. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.